Чувствовать предметы как собственной рукой – мечта, которая стала реальностью. Александр впервые участвует в тестировании живого бионического протеза. Величину предметов для чистоты эксперимента он определяет с закрытыми глазами. Большой. Маленький. Александр Ердаков приехал в медцентр ДВФУ из Челябинской области. Два года назад мужчина пострадал на лесопилке. Его левую руку ампутировали выше локтя. С тех пор фантомные боли. Точно удары тока пронзали потерянную руку, пока не выпал шанс вернуться к полноценной жизни. Со стимуляцией рука уже начинает отходить. И получается, как встает в свою норму, не болит. Нету этих фантомных болей. Успешные результаты в медцентре ДВФУ показывает уже второй этап уникального проекта. Он объединил отечественных разработчиков, резидентов Сколково, ученых Сколтеха и нейрохирургов ДВФУ. Но главные участники – пять добровольцев. Они согласились на операции, чтобы забыть о фантомных болях и вернуть тактильные ощущения. Помимо электродов к периферическим нервам, мы также устанавливали еще электроды к спинному мозгу в проекции той зоны, которая отвечает за иннервацию верхней конечности. Электроды вживляли для передачи обратной связи от искусственной руки в нервную систему, чтобы протез улавливал мышечные импульсы и, реагируя на них, совершал движения. Да, задача отчувствления бионического протеза заключается в том, чтобы человек смог управлять маленькой моторикой. И тем самым в дальнейшем смог, возможно, сыграть на пианино бионической рукой. Так человек сможет управлять искусственной конечностью, силой мысли. И пока этого пытаются достичь ученые всего мира, по словам российских исследователей, они к цели ближе всех. Елена Штылина, Платон Волков, Вести Приморье.